Престали критиковать фракцию Блок Петра Порошенко, перестали употреблять фразеологизм, который вы сами часто употребляли раньше, Блок Панамских Патриотов. Пропала эта фраза из вашей речи. Так ли это? Это вы цитуете Лещенко, тут сидел у вас, Альфонс Лещенко, который на гроши девчины квартиры купил. Это вопрос Лещенко. Я ответил на ваше питание. Я так понимаю, что Лещенко на ремонт квартиры не хватает, поэтому он росла всю жизнь казки. Значит, послушайте меня, Блок Панамских Патриотов, как был, так и есть. До речи, мы хотим выступить с инициативой, когда будет наступный парламентский тиждень, мы зарееструем проект постанови про создание слідчей комиссии Верховної Ради по расследованию офшорів президента Порошенко и пані Тимошенко. Они обои великі фаховцы в офшорах, как мы это знаем, и мы будем вимагать от парламента расследовать их деятельность. Когда пані Тимошенко рассказывает, что все, кто ее критикует, это працюют на замовлення Порошенко, я вважаю, что и Порошенко, и Тимошенко – это одно поле ягоди, как и Кучма, и Лазаренко, и Янукович. И это минуле нашей страны, и украинцы 100% заслуговывают на лучшее майбутное. Опять-таки было сделано заявление господина Лещенко в нашем суде. Я не коментую заяв лузерів, які не здатні чашку кави купить свои родние девчонки. А то, что клан Порошенко и клан Ахметова имеют некие интересы, которые все закручены вокруг одной формулы. Воттердам плюс. Тогда у меня вопрос, почему депутат от блока Петра Порошенко сидит там, вместо того, чтобы скласти мандат, если ты сидишь в этой коррупционной конторе. Склади мандат, как это сделал Егор Фирсов, Микола Томенко. Или шесть мандатов. Не задавали ему этот вопрос, Олег Валерьевич. Он нам ответил, что не хочет терять ресурс парламентского давления. Я думаю, что он не хочет складывать мандат за одними причинами. Потому что, если он без мандата, кто же ему бабки даст? Олег Валерьевич, смотрите, вы говорите... Доведется снова девчатка дрит, чтобы дали на ремонт квартиры. Смотрите, очень важно не о девочках. Девочки потом. Первым делом у нас не самолеты, а все-таки страна. Вы о ней сегодня говорите на протяжении всего эфира. И говорите, что ты, кто знищивает и расколивает краину, это враги. И тут неважно уже гендерный фактор и так далее. Так вот, вас в последнее время многие эксперты и так далее называют частью некого плана. Этот план по-разному называют. Не хочу уже повторять, сколько придумано названий. По дестабилизации страны. Что вся эта ругань, все эти взаимные обвинения, они расшатывают ситуацию, приближают парламентские... План один. Это экономический рост, новые рабочие места и подолание бедности. Для того, чтобы реализовать этот план, стране треба спокойствие, стране треба стабильность, стране треба новая влада, новая экономическая политика, инвестиции, рабочие места и поддержка национального виробника. Вы можете увидеть мой план, зайдя на мою страницу в парламенте, наши законопроекты, которые мы регистрируем, голосуем, поддерживаем. Наша мета одна. Препините всю эту грязь, которая есть в стране. Не дать возможность, паразитившись на сегодняшних проблемах, дорваться и реализовать план Путина, Тимошенко и Медведчука по расколу страны. Дать краине, моей родной краине, где я вырос и помру, экономический рост, рабочие места и подолание бедности украинцев. Олег Леонидович Лешко, гость вечернего прайма сегодня. Спасибо вам большое. До встречи. Дякую вам. Рады были видеть.